В Бурятии три ключевых направления, по которым работают некоммерческие общественные организации. Это профилактика сиротства, адаптация инвалидов и повышение качества жизни пожилых людей. Судя по всему, НКО удается выполнять поставленные задачи. Однако проблем по-прежнему остается много, в том числе невозможность получения иностранных грантов. Поэтому, во-первых, были суммы, конечно, более значительные. И действительно можно было реализовать хорошую грантовую программу. Потому что, когда это на год, когда значительная сумма, то есть можно было получить хорошие результаты, законченные. А вот то, что делается сейчас, то есть это где-то на полгода, сумма 300 тысяч. То есть, как бы, можно сделать, но хотелось бы, конечно, наверное, какие-то больше. Еще одна проблема. Многие общественные организации элементарно не могут правильно написать проект. Оформить они просто-напросто это не могут. То есть, там буквально один абзац будут расписать мероприятия, как это будет, результаты. То есть, как бы, это действительно нужно умение. И, наверное, вот этого не хватает, действительно, для общественных организаций. В прошлом году общественные организации Бурятии получили из федерального бюджета более 8 миллионов рублей. В этом году сумма стала больше на полтора миллиона. Увеличилось и количество получателей. Так, например, на грантовые деньги в Кяхте вместе с Православной Церковью начали борьбу с пьянством. Ну, вот я сегодня попал тут на это заседание, потому что у нас на приходе в Кяхте некоторая такая социальная работа ведется, к помощи нуждающимся. Тут даже мне по линии социальной защиты грант некоторые давали, мы вот его освоили. Ну, и вот у нас там алкоголезависимые, мужчины и женщины. Такое уже иногда до 30 человек даже вот в этом направлении, так сказать, работа, мы пытаемся, так сказать, какую-то частичку проблему общества решить. Депутаты Народного хурала отметили необходимость качественной работы некоммерческих общественных организаций в республике. Некоммерческие организации, они, наоборот, те проблемы, которые не может решить власть, они более усовершенствуют и решают те наболевшие вопросы, которые стоят в обществе. По итогам круглого стола было решено разработать проект закона о благотворительности, поддерживать муниципальные образования, которые оказывают содействие социально-ориентированным организациям. Кроме того, предложено повышать правовую грамотность и помогать членам НКО в оформлении и разработке проектов. Надежда Хлыстова, Александр Хомаганов, Первая Альтернативная.